Добрый вечер! О самых заметных событиях ушедшей пятницы вам расскажут корреспонденты Телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. Мне сын сказал, что у нас было пипец. ЧП в учебном заведении. В химико-технологическом техникуме первокурсник напал с ножом на сверстника. Ну а сейчас еще оценивается его экономическая и энергоэффективность. Проверку прошел, но закупать не будут. В Перми завершилось тестирование электробуса. Это было мини-погрешение в профессии. Злые тапки оказались финансово грамотны. Пермская команда студентов стала лучшей на всероссийском форуме «Финополис». ЧП в учебном заведении. Сегодня в районе трех часов дня во втором корпусе химико-технологического техникума, что на Чистопольской 11, первокурсник напал с ножом на сверстника. Об этом сообщила мать одного из студентов техникума, который был в это время на учебе. Мне сын сказал, что у нас было пипец, что. Я говорю, что случилось? У нас мальчик порезал другого мальчика в ногу. Я говорю, как порезал? Вот так, все лестницы в крови, в коридоре тоже кровь, вот нам так сказали. Приехала скорая, милиции все отцепили. Я говорю, как нож-то пронес? У них есть металлоискатель внизу, сидит охрана. Он говорит, я ничего не знаю. Слушай, насмотришься телевизор, как детей стреляют, просто страшно. Также очевидцы сообщают, что занятия прерваны не были, но за 70 студентов досрочно отпустили по домам. Стревожные родители связались с педагогами, те подтвердили факт инцидента, однако рассказывать о подробностях и возможных причинах не стали. В полиции пока происшествия не комментируют. Стоит отметить, что после трагедии в Керче в учебных заведениях по всей стране были введены повышенные меры безопасности. Отдельное распоряжение на сей счет распространял и городской департамент образования. Голый в банке. Около трех часов ночи одно из отделений Сбербанка в индустриальном районе навестил странный визитер. В помещение с банкоматами по адресу Карпинского, 107, зашел обнаженный мужчина с разбитой головой и весь перепачканной кровью. Он явно замерз, свел себя неадекватно, мучал, махал руками, затем решил устроиться на ночлег прямо на полу. Впрочем, вскоре на место привела охрана, которая передала пострадавшего бригаде скорой помощи. Рассказали изданию «Курси.ру» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения. Мужчину госпитализировали. Регистрируем автомобили в Камской долине. Сегодня начал работу новый офис регистрационно-экзаменационного отдела городского ГИБДД. Он разместился на правом берегу Камы по адресу Спешилова, 107. Там побывал Евгений Гуляев. Сравниваем старое место по бульвару Гагарина и новое здесь на Спешилова, 107, заезд со стороны Камы. Территория, как вы сами видите, здесь большая. Прямо сейчас с этой стороны ведется проверка автомобилей, а с этой расположена большая зона парковки. В самом новом здании, которое вы видите за моей спиной, также можно много что сравнить. Проверка автомобиля осуществляется на специальной площадке. При осмотре, как обычно, сверяются все номерные узлы и агрегаты. Идентифицируется цвет и оценивается техническое состояние автотранспорта. Не успев зайти внутрь здания, встречаем одного из первых посетителей нового отдела, который уже завершил процедуру регистрации. Поудобнее, что не все в одном месте, не так много народа, не так люди, никто друг другу не мешается. Заходим, убеждаемся в этом лично. В отделе функционирует 15 окон, в 10 из них осуществляется прием документов. Для посетителей оборудовано 90 мест ожидания. Я надеюсь, что черепр, что не будет, что быстрее регистрировать будут все автомобили. То, что народу тут посвободнее, легче дышится, это точно. Разница огромная. Во-первых, много места, чисто, много окон, все очень быстро. Заранее записался дома на сайте, все выбрал, удобное время, дату. Все, подготовился, приехал, прошел осмотр и сдал документы. Никаких проблем, в течение часа все получил. Второй этаж здания на Спешилово-107 был приобретен в этом году на средства краевого бюджета. Напомним, несколько лет назад в этом же здании уже располагался регистрационно-экзаменационный отдел краевой госавтоинспекции, арендуя площади у компании «Эксавто». После банкротства автодилера в 2016 году инспекторам пришлось вернуться на бульвар Гагарина-80. В связи с чем автолюбители начали испытывать трудности из-за тесноты и очередей, поскольку прием документов на экзамены и регистрацию транспортных средств проходил в одном месте. Сейчас эти функции разделены. Прием квалифицированных экзаменов на право управления транспортным средством, обмен водительских удостоверений, а также выдача международных водительских удостоверений производится по прежнему адресу. Город Пермь, бульвар Гагарина-80. В госавтоинспекции считают, что подобное разделение вкупе с возможностью предварительной записи на прием через портал госуслуг обеспечат более комфортные условия как сдачи экзаменов, так и регистрации транспортных средств. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Проверку прошел, но закупать не будут. В Перми завершилось тестирование электробуса, нового для нашего города вида пассажирского транспорта. В течение месяца он работал на разных маршрутах, проверялись заявленные производителем возможности. По оценке специалистов, электробус испытания в условиях осенней Перми прошел успешно. Однако вводить в массовую эксплуатацию такое транспортное средство планов пока нет. Но сейчас еще оценивается его экономическая и энергоэффективность, потому что это такой достаточно новый, уникальный вид транспорта. В нашем городе еще электробусов не было. И вот нам еще предстоит посчитать, какие затраты на содержание, на обслуживание. Ну и всю эту информацию мы направляем производителю. Электробус отечественного производства уже вернули разработчику. Но опыт эксплуатации экологичного транспорта в нашем регионе продолжается. Напомним, в октябре краевые власти и председатель совета директоров китайской компании Рошау Технологи подписали меморандум о передаче двух электробусов для тестирования в Перми. Китайские машины должны появиться на улицах города уже зимой. Их будут испытывать на протяжении двух месяцев. Золото из Фенополисом. Студенческая команда Пермского классического университета стала победителем интеллектуальных финансовых соревнований в Сочи. Коллектив под названием «Злые тапки» стал лучшим среди 12 команд из различных регионов страны. С чемпионами встретился Дмитрий Гаврилов. Молодежные соревнования проходили в рамках форума инновационных финансовых технологий «Фенополис». Изначально на поездку в Сочи претендовало 100 команд. Но после отборочного раунда до финала допустили только 12 лучших студенческих коллективов. Перед юными финансистами стояла задача найти решение конкретных кейсов или, говоря по-другому, проблемных ситуаций из жизни. Команде «Злые тапки» из Перми досталась такая – создать решение для введения и планирования семейного бюджета. Ребята за отведенное время сумели придумать новое мобильное приложение, связывающее счета членов семьи и даже разработать его интерфейс. Этот замысел и принес победу. Это было мини-погрушение в профессию, так как кейс – это проблема, это реальная задача. Это не задача из учебника, а реальная задача банка. То есть мы уже погружаемся в сегодняшнее состояние экономики и других сфер, которые нужно все проанализировать за короткое время. Самое важное, что это было всего 4 часа. И предоставить качественное решение представителям банков и ответить на их вопросы. Стоит отметить, что в конкурсную комиссию вошли представители ведущих банков России, а также председатель Центрального банка Эльвира Набиулина. Помимо интеллектуальных соревнований, участники форума посетили лекции и мастер-классы опытных финансистов. Успешное выступление пермской команды отметили и в местном филиале Банка России. Такие форумы дают возможность проявить себя, представить очень интересные стартапы, которые вполне возможно уже сразу, сходу могут пойти в работу для тех или иных финансовых институтов. Для молодых людей это тоже очень хорошее начало, именно заявить о себе вот таким вот успешным стартапом. И вполне возможно идея, придуманная тапками, будет реализована. По крайней мере, по словам ребят, один из крупных российских банков уже всерьез заинтересовался таким предложением. Идут переговоры. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Есть претендент на строительство крематория. Сегодня состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявка оказалась одна от торгового дома Пушкарский, поэтому торги признали несостоявшимися. Хотя претендент и соответствовал требованиям конкурсной документации. Решать, возможно ли заключить концессионное соглашение с единственным заявителем, будет специальная комиссия, сообщает коммерсант Прикамье. Напомним, ранние сроки отбора концессионера неоднократно переносились из-за отсутствия желающих взяться за достройку крематория на кладбище Восточное. Проект предполагает строительство колумбарных стен вместимостью не менее 15 тысяч ячеек и установку четырех кремационных печей. Кроме того, должно быть выполнено благоустройство территории вокруг здания. Бодрый финиш органного марафона. В Перми завершился 13-й международный фестиваль органной музыки. Он продолжался шесть дней и собрал в нашем городе лучших российских музыкантов, а также исполнителей из Франции, Венгрии, Испании, Италии, Германии и Китая. О некоторых ярких событиях форума в репортаже Юлии Зыковой. Знаменитый хор Мариинского театра впервые выступает на органном фестивале в Перми. Коллектив прибыл сюда в камерном составе. У артистов сейчас гастроли по российским городам. Для концерта в Пермской филармонии они подготовили специальную программу, которая охватила музыку трех столетий от 17-го до 20-го века. Здесь была и премьера сочинения современного польского композитора Кшиштофа Пендерецкого. Его гимн «Святому Даниилу» изначально был написан для хора и симфонического оркестра. Но гости из Санкт-Петербурга создали переложение для органа. Первыми новую обработку услышали пермские меломаны. Ну так как-то сложилось, что попробовали его с органом. Получилось, по-моему, не хуже, чем с оркестром. Их сочинение очень красивое, и, я думаю, интересно будет его послушать всем. Это как бы гармония. Вообще гармонии не хватает современному человеку. И многие люди современные даже об этом не знают. Как всегда, на Пермский фестиваль прибыло немало гостей из других государств. Впервые в форуме участвовали музыканты из Поднебесной. Они подготовили концерт, где орган звучал в сочетании с национальным китайским духовым инструментом. Он называется «Сона». Появился больше двух тысяч лет назад. Имеет пронзительный звук и с давних времен используется в военном деле и в торжественных церемониях. Китайские гости исполнили старинные произведения. Одно из них имитирует голоса разных птиц. Я много выступаю с органными концертами в разных странах мира. Чаще всего это сольные выступления. Но у меня была давняя мечта создать программу в сочетании с народными инструментами. И на Пермском фестивале мне представилась такая возможность. В Китае есть старинный инструмент, напоминающий по звучанию орган. Он называется шен. И пермский орган позволяет извлекать звуки, схожие с теми, которые издает шен. Орган в сочетании с кино. Необычную программу представил публике музыкант из Германии. За основу он взял фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», который был снят 80 лет назад. Под сюжет о знаменитой битве на Чудском озере, где были разбиты рыцари Ливонского ордена, органист создал собственные музыкальные импровизации. Я впервые выступаю в России. Для меня это очень важный и интересный опыт. Фильм «Александр Невский» я считаю одной из вершин киноискусства. И несмотря на то, что я католик и органист католического собора, мне было важно отразить в музыке объективное восприятие событий, которые показаны в фильме. Фестиваль завершен. Впереди еще одно знаковое событие – 15 лет Пермскому органу. Юбилей будут отмечать 11 декабря музыкальным марафоном. Юрия Зыкова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей. С балалайкой по стране или показать красоту отечественной музыки в исполнении традиционного русского инструмента. Такую цель преследует пермяк Андрей Киряков, решивший организовать собственное балалайочное шоу. Что это будет за проект, виртуоз поведал Евгений Чернявский. От калинки до современной эстрады балалайочник Андрей Киряков на своем музыкальном инструменте, кажется, может исполнить все. За спиной выступления на Сочинской Олимпиаде, а также победы в различных музыкальных соревнованиях. Например, в недавнем конкурсе известна певица Лободы, в котором она просила исполнить ее последнюю песню максимально похожей и самобытно. Первое балалайочное шоу, в центре которого будет именно балалайка. Возможно, даже несколько балалайок, которые покажут красоту русской музыки, покажут красоту инструмента и как красиво русская музыка звучит на русском инструменте. И вот именно эту идею мы хотим поставить во главе. В общем, интерес к балалайке есть и очень большой, говорит Андрей Киряков, и собирается и дальше продвигать ее в народ. Возникла идея создать собственное шоу с акцентом на национальную культуру, где первая часть – это русские народные композиции, а вторая – современная эстрадная музыка. Это три балалайки. Обычные оркестровые балалайки. Это балалайка контрабас, балалайка альт, у меня в руках балалайка прима. Произведение я создаю прямо на сцене, вживую. То есть я играю сначала на одном инструменте, потом на другом, потом на третьем. Я подключаю в лупер все три балалайки и постепенно набираю там, и получается у меня цельная композиция. К выступлению музыкант планирует привлечь и других исполнителей, а также танцоров и акробатов. Сам же он будет играть на трех разных балалайках с привлечением электроники. Первое шоу музыкант планирует провести в Перми в марте, а затем хочет отправиться с гастролями по всей стране. Для того, чтобы запустить шоу, музыканту требуется финансовая помощь. Андрей обратился к Пермекам с просьбой поддержать проект на краудфандинговой платформе. За пожертвования обещают билеты на премьерный концерт и другие бонусы. Все подробности можно узнать на его странице ВКонтакте. Евгения Чернявская, Михаила Ситрова, Телевизионная служба новостей.